Кассета третья Заключительная особенность этой энергии – ее полярность, то есть что при известных вполне определенных условиях она неизменно дает тот или диаметрально противоположный эффект. Таким образом на человеческий организм энергия реагирует приятным или неприятным образом, способна вызвать возбуждение или успокоение, притягивает к источнику энергию или отталкивает от него и так далее. У нервных и чувствительных особ они называются сенситивами. Посредством этой энергии можно вызвать сон, сомнамбулизм, каталепсию, литаргию или наоборот, вывести из этих состояний, когда субъект впал в таковые. Топографическое распределение полюсов в материальных источниках эманирующих энергию вполне закономерно и обыкновенно постоянно. Так для животного организма можно установить такую схему полярности. Части тела аналогичные и симметричные всегда реагируют как противоположные полюсы. Части же гомологичные реагируют как одноименные полюсы. В человеческом организме, например, в зависимости от направления, плоскости сечения, получается следующее, противоположное, реагирующие полюсы. Регирующие сагитальные сечения делить на две половины, правую, положительную и левую, отрицательную. Фронтальные сечения перед положительный, тыл отрицательный. Горизонтальные сечения. Верхняя половина положительная и нижняя отрицательная. От медианного сечения руки, ноги, отдельных пальцев. Ульнарная сторона положительная. А адриальная отрицательная. Даже в сексуальном смысле мужчины положительны по отношению к женщинам, которые отрицательны. В растениях верхней части положительная, а относительно ниже лежащих, например, ствол, относительно корня, цветок и лист, относительно черенка. В минеральном царстве полис зависит от характера кристаллографических данных. Даже в нематериальных физических агентах можно уловить полярность, рождаемой ими физиологической энергии, что, вероятно, зависит от сочетаний, ритма колебаний, фаз волны и количества энергии. Так, например, свет Солнца реагирует положительно, а Луны отрицательно и так далее. Из физических свойств этой энергии необходимо отметить следующее. Она способна производить механическое движение, гравитация. Фосфорисирует и флуорисирует. То есть разлагает фотографическую пластинку и может произвести звуковые эффекты фотосфены и фонофены. Физиологическая фосфорисенсия Этот род фотосфен, происходящий в мире животных и растений, имеет для нас решающее значение в том смысле, что здесь появление света не может быть объяснено решительно ничем другим, как присуще этим органическим телам физиологической энергии. Фосфорисенсия эта называется еще произвольной, так как животные, испускающие ее, могут по произволу засветиться или потухнуть, и по произволу же меняют и силу блеска своего света. Из животных особенно сильный блеск обнаруживают некоторые насекомые, как челоносцы из семейства цикад и светляки. Особенно богаты такими представителями тропические страны. Свечение светляков в темные летние ночи всем известно. Известно так же, как они по произволу гасят свой фонарь. Светят у них яички, которые сами по себе, даже удаленные из организма, обыкновенно сохраняют свою фосфоричность довольно долго, иногда целую неделю. Если раздавить такое яичко, из него вытекает жидкость, продолжающая светиться, пока она не высохнет. Такой же светящейся способностью обладают некоторые породы рыб. При фосфоресценции имеет вид огненного меча, некоторые виды селедок и другие. Добываемые или выпускаемые из этих рыб светящиеся соки и жидкости, будучи примешанных к морской воде, делают и последние сильно светящиеся. Здесь процесс священия приписывается окислению этих жидкостей от соприкосновения с воздухом. С момента наступления гниения и выделения аммиака фосфоресценция прекращается. Уже Библия, исход 24-29-35, рассказывает, что Моисея лицо сияло лучами, так что он даже всегда носил покрывало. Затем в разных местах Священного Писания имеется описание появления светового сияния вокруг головы в виде ореолов, и на этом основано самое традиционное изображение святых с ореолами. Если даже опустить все более или менее достоверные рассказы всех прошедших веков, то заодно наше 19-е столетие наберется около десятка случаев появления людей, распространявших вокруг себя явный свет в виде светящейся вокруг них атмосферы, вроде огней Святого Эльма. Замечательно, что все эти зарегистрированные случаи имели фатальное значение для этих лиц, так что сам этот свет как бы предшествовал смерти. Впрочем, возможно и обратное толкование, что смерть последовала вследствие истощения организма от этой фосфоресценции. В ниже следующих строках мы постараемся доказать, что явление фосфоресценции людей вовсе не такое редкое в природе явление, а что все затруднения констатирования его заключаются только в самых условиях наблюдений, и потому мы и разберем самые эти условия, попытаемся получить этот свет из человеческого организма опытным порядком. Уже в начале этого столетия указали, что многие самнамбулы в известных стадиях своего транса видят разные предметы светящимися, особенно это относится к магниту и некоторым металлам, как золото и серебро. Рейхенбах дает следующие рисунки, изображающие стечение света из концов магнита или руки, какими их видит сенситивы во время транса. Но самый сильный свет сенситивы видит вокруг их магнетизера, который в их глазах не только сам светит, но делает светящимся все, к чему он не дотронется, или даже лишь направит свою руку туда. В особенно глубоких трансах им кажется, что весь человек буквально окутан светящейся атмосферой, и он как бы плавает в пламени. Рисунок составлен на основании точного его описания и несколько раз проверялся через показывание его, как во время транса, когда он сравнивал его, так сказать, с оригиналом, так и после транса, в нормальном состоянии его. Дело в том, что студент F принадлежит к тем лицам, которые после пробуждения прекрасно сохраняют в памяти все мельчайшие подробности, из пережитого ими во время сомнамбулизма. По его словам, свет, который он видал над моей головой, говорит доктор Погорельский, казался ему весьма интенсивным, всегда самое яркое место помещалось сзади головы, несколько выше макушки. Вверх световая атмосфера иногда подымалась на 3-4 фута, а с боков она спускалась лишь до плеч, и никогда не ниже их. При обращении мной внимания его на цвет этого сияния, он часто, но не всегда, видал и различные цвета, с правой красный, а с левой голубой оттенок этого света, чем и подтверждается наблюдение Альберт Де Рошес. Совершенная объективность этих явлений для сомнамбулов ныне сомневаться нельзя, и это может доказать экспериментально целая аудитория посредством опытов над цветами этого сияния по способу, предложенному нами, или же при помощи полирископа, как это делал Роша. Но то, что вполне объективно для сенситива, для остальных людей остается малодоказательным. Во-первых, потому что они сенситивы, то есть люди с вполне уравновешенной нервной и психической организацией. И во-вторых, потому что по свойственной человеку логике он не верит другому в том, в чем он лично не может убедиться. Хотя бы правдивость лица, сообщающего неизвестный факт, стояла бы выше всякого подозрения. При этом немаловажную роль играет тут и внушение, и самовнушение. Сколько важных идей и принципов, как достоверных, так и ложных, крепко сидит в народном сознании только потому, что все уверены, что они истина святая. А образованные классы в этом отношении нисколько не выше, чем невежественная толпа. Не все ведь проверили на опыте законы всемирного тяготения или шаровидной земли, и однако никто теперь в этом не сомневается и не осмелится заподозрить достоверность этих истин, только потому, что это ныне стало общим достоянием всех образованных людей. А ведь забывают, что до Галилея такие же все образованные люди. С не меньшей самоуверенностью отстаивали, что Земля есть плоскость, плавающая на безбрежном океане, а также всю прежнюю Птоломиевскую систему круговращений тел. Именно эту систему больше всех прочувствовал на себе сам Галилей. Да и в настоящее еще время Китайское астрономическое министерство и знать не хочет иных систем мирового порядка. Впрочем, вся история человеческого знания полна эпизодами то трагического, то комического содержания, как новые истины боролись со старыми предрассудками и как затем новейшие открытия в свою очередь обращали еще недавнюю новую истину в такой же старый предрассудок. Очевидно, что истина, абсолютная истина, общепризненные вещи совершенно различные. Мы поэтому должны быть очень признательны Рейхенбаху, показавшему способ, каким образом эти световые истечения опытным порядком могут быть сделаны видимы и для несенситивов. Его метод очень часто практикуется спиритами и известен у них под именем темных сеансов. Полярность глаз. Человеческий глаз очень часто бывает одарен способностью магнетического воздействия. Если исключить целые племена вроде описанных Радда Бай Блаватской, Карликов Курумби в Нильгири или всем известные неприятные действия взгляда большинства кочующих венгерских и румынских бессарабских цыган, то все же каждый из нас может привести в пример какого-нибудь из своих знакомых, которые по общепризнанному окружающими мнению имеют так называемый дурной глаз. Что бы ни говорили скептики, а всякий беспристрастный наблюдатель не может не подтвердить, что далеко не редкость такие люди, женщины чаще, нежели мужчины, взор которых производит неприятное впечатление. Последнее тем сильнее, чем объект воспринимающий представляет менее сопротивляемости. Вот почему сглазинью легче поддаются выздоравливающие после изнурительных болезней и в особенности слабые нервные дети. Они прямо инстинктивно боятся и бегут таких лиц. А если последние возьмут их на руки, то несмотря на обычную ласковость и повадливость таких детей ко всякому встречному, на руках у лиц, имеющих дурной глаз, они всегда поднимают страшный крик и плач, как будто им причиняет физическую боль. После ухода таких лиц ребенок очень долго мечется, беспричинно неистово плачет и долго еще не может успокоиться. Единственное средство успокоить таких возбужденных детей это пассировать их, проводя пассы с головы до ног в течение нескольких минут, что, впрочем, и делается всегда инстинктивно няньками. Ребенок обычно быстро впадает в нервный, прерывистый сон, который мало-помалу переходит в нормальный, крепкий, спокойный, и через несколько часов он встает совершенно здоровым, до новой встречи с тем лицом. Впрочем, название дурной глаз здесь не совсем правильно. Действия таких глаз далеко не всегда бывают дурной, а лишь интенсивные. Зло же, происходящее иногда от такого взгляда, зависит исключительно не от свойства глаза, а от случайных стечений обстоятельств для лица, подвержившегося такому взгляду. Иначе лица, имеющие дурной глаз, составляли бы проклятие Божие и не могли бы быть принятыми ни в какое человеческое общество. Поясню примером. Об одном знаменитом певце рассказывали, что он во время пения должен был всегда смотреть в пустое пространство, иначе на кого он не посмотрит, всегда с тем случится несчастье. В доказательство приводит факт, что раз под влиянием его взгляда театральный плотник свалился с лесов и убился, и некоторые другие рассказы в этом роде. На самом же деле несчастье ведь произошло только от того, что плотник находился на лесах, потому что будь он в это время на полу и посмотри на него тот же певец, то даже при полном каталептическом оцепенении плотника он бы лишь опустился на землю, а не слетел бы с высоты, и следовательно никакого несчастья не приключилось бы, что данное свойство взгляда происходит именно от магнетизма, а не от какой-нибудь другой энергии. Это доказывается ее полярностью, например, в следующем опыте. Сядьте против сенситива и смотрите спокойно ему на грудь. Он почувствует приятное ощущение легкости и свежести и прекрасное успокоение. Если сенситив стоял, то он невольно подается вперед, притягивается. Присядьте теперь сзади этого же сенситива и уприте взор на его лопатки. Эффект получится противоположен, он почувствует жар, сердцебияние, давление, а если он притом стоит, то почувствует легкий толчок. Происходит все это от того, что в первом случае каждый отдельный глаз направляет свой взор на разноименную половину тела сенситива, а во втором случае наоборот на одноименную часть тела. Этим же именно и объясняется, почему очень многие чувствуют неприятное беспокойство, если кто-либо смотрит на них в упор сзади, в затылок. Такой человек непременно обернется назад, посмотреть и безошибочно в самой большой толпе отгадает, кто это так на него смотрел. Доктор Погорельский. Полярность рта. Особую магнетическую роль играет и рот, так как здесь происходит довольно сложный перекрест полярной энергии, происходящая от трех различных факторов. Первый фактор это собственная полярность самых губ. Оказывается, что в этом отношении верхняя губа имеет характер положительного, а нижняя отрицательного полюса. Чтобы убедиться в этом достаточно погладить несколько раз ту или другую губу одним каким-либо пальцем, мизинцем или толстым. Зная полярный знак каждого пальца, третичная полярность, мы по ощущению изонамии или гетерономии и заключаем о характере полюса исследуемой губы. Еще лучше это вам скажут сенситивы, которые в темноте всегда видят, как верхняя губа светит голубым концом спектра, а нижняя его красным концом. Второй фактор в полярности рта это встреча на губах внутренней слизистой оболочки с наружным кожным покровом, из которых первая реагирует магнитоотрицательно, а вторая магнито положительно. Наконец третий фактор это наше дыхание, которое тоже имеет различную полярную реакцию, смотря по тому дышим ли мы только или дуем. Ясно при такой сложности полярной энергии нашего рта, в частности отверстия губ, что и наш поцелуй получил такую важную роль во внешнем выражении наших душевных ощущений и эмоций. Дарвин, Спенсер, Ламбразо и даже в Библии уже отмечены различные характеры поцелуев от родительских, братских, родственных и любовных до изменнических и даже смертельных включительно. Впрочем, как частность можно указать, что поцелуй, напечатленный на левой щеке, приятнее, чем данный в правую щеку, так как верхняя губа играет более активную роль в акте поцелуя, чем нижняя, а левая щека с ней будет гетерономной, правая же изономной. Сказанное о биполярности губ у ротового отверстия относится и к другим отверстиям организма, окруженным кожными складками. Так, например, у глазного отверстия верхнее веко положительно, а нижнее отрицательно. Чтобы закончить о топографии магнетизической полярности в человеческом организме, мы должны упомянуть, что есть опыты, доказывающие существование разницы в полярной энергии мужского и женского пола в общем. Самый простой опыт следующий. Если мы поставим рядом два индивида одного и того же пола, то для каждого из них обоих совершенно безразличны, где кто стоит, с правой или левой стороны, но зато обыкновенно чувствуют особенную неловкость, если они стоят рядом, обращены каждым лицом в противоположные стороны. У индивидов же разных полов дело обстоит далеко не так просто. Уже при одном помещении женщины с правой стороны мужчин оба чувствуют себя не совсем ловко, и только при помещении женщины с левой стороны мужчины оба чувствуют себя хорошо. Но так как в обеих этих позициях мы имеем неизменно разноименное расположение, то единственное удовлетворительное объяснение можно найти, предполагая, что в общем мужчина представляется более магнито положительным, а женщина более магнито отрицательной, и что оба вместе они таким образом образуют физиологическую магнитную пару или батарею. Тогда в первом случае общий ток в батарее от плюса к минусу слева направо будет обратный, чем в каждом элементе. Тогда как во второй позиции общий ток совпадает с током каждого элемента справа налево. В этом также лежит разгадка, почему нам, мужчинам, обыкновенно приятнее вести даму с левой стороны, как это делается по всей Европе. Тогда как при гулянии с другими мужчинами за редкими исключениями мы на то не обращаем ни малейшего внимания. По-горельски Ребус 98 год номер 13 о сущности начала составляющего основания и явления так называемого животного магнетизма. Врач Михайлов сообщает несколько замечательных определений известными людьми науки основных начал магнетических явлений, которые мы приводим здесь, предполагая, что они обратят внимание читателей, заинтересованных вопросом о магнетизме. Доктор Вурц в своем сочинении утверждает, что висящая железная цепь под влиянием взгляда и силы воли поворачиваются вокруг своей оси в ту или другую сторону. Утверждает, что он силой одного простого взгляда производил явление притяжения и оттолкновения над разного рода телами и что гальванизм есть сущность того, что называли животным магнетизмом. Это он доказывает тем, что гальванические кольца ускоряли в известных ему случаях магнетический сон во время магнетизирования, что обыкновенный сон переходит в магнетический, если надеть на палец спящего человека гальваническое кольцо и тому подобное. Доказывает, что в человеческом организме существует особо в рода нервный ток, которым человек может управлять помощью одной только своей воли. Влиянием этого тока они говорят заставляли отклонять сострелку гальвана метра. Подобные опыты приводит и Прикард. В его сочинении он уверяет, что по своему желанию простому железу он сообщал свойства магнита и опять уничтожал их, проводя железо над грудью своих сомнамбулов. Ни одна из известных сил природы, взятых ли порознили или в совокупности, недостаточно сама по себе без участия человеческого духа, чтобы составить действительную причину явлений животного магнетических. Оставив вопрос, проливает ли боли света на этот вопрос определение различными авторами того, что известно под названием животного магнетизма, да или нет, во всяком случае определение эти выражает личные взгляды на этот предмет людей, специально следивших за этого рода явлениями, и потому мы приводим несколько из таких известных определений. Чарпигнон говорит, что животный магнетизм есть совокупность законов, управляющих током, выработанным нервной системой живого человека. Деладжи понимает животный магнетизм как какое-то воспроизведение нас самих управляемой волею. Полное поэтического удушевления определения Пауля Агезы есть следующее. Магнетизм есть мимолетное проявление первобытного господства человека над материяю, моментный возврат к прошедшему царству Адама, предвкушение будущего христианского царства. Нам остается к этому добавить, что такой взгляд на животный магнетизм весьма радует сердце каждого христианина Григория Дефенко. Как более кажется близкой к истине понятие об этом выражается в определениях Делезе и Марин, хотя основные идеи того и другого почти противоположны между собою. Делез говорит, что магнетизм есть свойственная человеку способность влиять целебным образом на его подобных, на ему, своей волей направляя на них начало, заставляющее его жить. В другом месте он высказывает понятие о магнетизме как о влиянии существа духовного на духовное существо и через него на организованную материю. В этом понятии, как и в других приведенных выше, во всяком случае пробивается убеждение в существовании проявления самостоятельного духа человеческой природы, составляющего собой как бы основное начало, основную точку исхода всему ряду разбираемых явлений. Маорин со всеми стремлениями его не сделать шагу с избранной им почвой безусловного материализма дает такое определение тому же самому началу животный магнетизм есть наука, рассматривающая действия, производимые человеком над ему подобными, действия, производимые живым существом над другими существами без примеси способов обыденных отношений. Это есть искусство производить изменения в физике человека посредством действия, предварительно направленного им на его нравственную сторону. Итак, один из наиболее энергичных противников существования какой бы то ни было силы или особенного тока, особенного влияния, от которых бы зависело разбираемое явление зависели, утверждающий, что все эти явления суть только порождения воображения данной личности человека. Марин признает в этих явлениях действия, производимые человеком над ему подобным, такое действие, которое производит физические изменения через влияние на нравственную сторону, следовательно, через влияние души на душу. Это взгляд и вывод такого рода, что по форме выражения его в сущности он едва ли чем разница от сущности взгляда, рассматривающих дело с точки зрения совершенно противоположное, потому что и Мервель и Петри доказывают, что основной этого рода основа явления служат влияние воли и души одного человека на душу другого. Рейс Элементаль, занимавшийся в Москве расследованием этого рода явлений в 1849 году в брошюре своей высказывает их понятие о сущности силы этой неправильно названной животномагнетическую, что она есть продукт эманация исходный ток самой жизни. Действие этого тока введенного в живые тела подобно действию самой жизни. Это действие врачующей силы природы. Факты из области магнетизма заимствуем из воспоминаний Ольги русский вестник ноябрь 1887 год несколько интересных фактов. Касаясь магнетизма автор говорит вопрос о нем вызывал еще недавно насмешки медиков и ученых людей вообще но теперь его серьезно разрабатывают эти самые ученые и медики такова участь всякого великого открытия. В 30-х и 40-х годах были доктора магнетизеры и может быть не лишним будет рассказать о тех замечательных успехах их в лечении болезней которые они совершали над личностями коротко мне знакомыми между прочим над княжной Шаховской родной племяннице писателей театрала князя Александра Александровича Шаховского она родилась глухонемая но передавала знаками свои мысли и вела живые разговоры с членами семейства с ней делались нервные припадки доктор бюргермейстер ее магнетизировал и заставлял говорить в магнетическом сне раз княжна заснула и в продолжении трех суток не могли ее разбудить чтобы войти в ее комнату надо было держать за руку магнетизера иначе она волновалась и скрикивала лежала она спиной к стене и когда ее о чем-нибудь спрашивали вопросы писали пальцем на обнаженной по локоть руке на вопрос с каким средством ее разбудить она показала знаками что надо ей отрезать косу поставили за парикмахером но как только он прикоснулся до княжны она его оттолкнула и скрикнула и опять знаками объяснила чтобы каждый след семейства посередно отрезал ей волосы каждый по пряде за тем чтобы их сожгли но так чтобы она об этом не знала и когда сгорит последний волос она проснется ее желание исполнили буквально и как скоро волосы сгорели она открыла глаза и быстро поднялась с постели очень известный в то время доктор Левенталь магнетизировал Благову родственницу моей бабушки у которой она жила она страдала нервной болезнью и находилась в таком болезненном состоянии что несколько лет не могла причаститься Благова была очень набожна церковное пение причастный стих так сильно на нее действовали что она начинала рыдать и с ней делался нервный припадок необходимо заметить что ее образование было крайне ограничено она читала бегло по-русски написала безграмотно и детским почерком раз в магнетическом сне она назвала на латинском языке лекарство которое по ее словам должно было ей помочь а задаченный Левенталь нескоро понял что она требовала надо было отыскать в ботаническом словаре средства назначенные ею оказалось что она давным-давно оно вышло из употребления в медицине однако его добыли и оно принесло ей видимую пользу неоднократно она диктовала рецепты по латыни и доктор повиновался безусловно ее предписанием один из ее родственников смотрел на магнетизм как на грешное дело и намеревался побывать у нее уговорить ее отказаться от такого способа лечения она сообщила во сне его намерение и предупредила что свидание с ним причинит ей большой вред вскоре затем родственник явился к моей бабушке и открылся не обинуясь в цели своего посещения и бабушка строго ему запретила вмешиваться в дело и он уехал не повидавшись с больной она лишилась сестры которую страстно любила и несмотря на свои религиозные убеждения была в таком отчаянии что помышляла о самоубийстве доктор сказала она во сне Левентале унесите из моей комнаты склянку с уксусом четырех разбойников зачем я покушаюсь его выпить чтобы отравиться слакон с уксусом унесли в тот же день благого стала его искать в порыве отчаяния и не находя нигде пришла в себя и убедилась что бог ее не допустил до греха она говорила безошибочно который час когда часы ей клали на сердце Левенталь спросил у нее какой силой она предсказывает прописывает рецепты на незнакомом языке и узнает чужие мысли она отвечает ко мне приходит во время сна тетка моя Анна Ивановна Леонтьева и подсказывает все что я говорю Анны Ивановны Леонтьевой тогда уже давно не было на свете Левенталь так верил в силу ясновидения благовой что в затруднительных положениях прибегал к ее советам она во сне предсказала между прочим день и час смерти своей приятельницы фон Визиной на вопрос чем больна фон Визина старушка отвечала мне тяжело об этом говорить я вижу ее внутренность она вся в ранах на вопрос прежде всего я расскажу сообщает госпожа Де Морган жена бывшего профессора математики при Лондонском университете об одном случае доказывающем действие месмерической или магнетической силы на телесные мускулы предоставляя физиологам объяснить способ этого действия на нервы или посредством их однажды мать принесла мне своего 10-ти недельного ребенка родившегося с ненормально постановленными ступнями и просила меня научить ее бинтовать ножки по предписанию одного известного хирурга маленькие ступни висели бессильно в одной линии с голенями пока я рассматривала бинт и обдумывала как удобнее его накладывать мне пришло в голову поучить мать магнетическим пастам которые как я была в том уверена ни в каком случае не могли повредить ребенку а скорее судя по моим предыдущим опытам должны были послужить к укреплению суставов к укреплению